Долгое время я думала, что смогу справиться со всем сама, но я не могла преодолеть страх за свою жизнь. И, как ни странно, это оказалось моим самым большим счастьем. Всю ночь я ворочалась сбоку на бок, думая о том, что вот-вот наступит последний день моей жизни. После обеда я отправилась на оглашение приговора. Правда, врач с улыбкой заверил меня, что беспокоиться не о чем, что подавляющее большинство таких узелков – это безобидные фиброаденомы или кисты. Но я знала, что это он, рак, который сожрет меня, поглотит, уничтожит. Уже светало, когда я внезапно погрузилась в сон. Мне снился медведь, мой кот. Несколько лет назад я вытащила его из мусорного контейнера полумертвым. Ухаживала за ним и кормила. Но он был бродягой, убегал по вечерам. Однажды утром он не вернулся. Я искала его неделю. Когда я нашла его у брошенной кучи мусора на краю дороги, я узнала его только по рыжему пятно на морде. Теперь я никогда не узнаю, погиб ли он мгновенно под колесами машины или лежал медленно, умирая, не в силах даже мяукнуть. Я проснулась в слезах. Да, теперь я знаю, это наверняка. В моем доме больше никогда не будет животных. Какое-то время я даже рассматривала возможность никогда больше не вставать с постели. Но по мере того, как день шел своим чередом, во мне просыпалась искра надежды. Или, может быть, доктор прав. Я поддалась торопливой утренней рутине. Душ, кофе, макияж, костюм. Готова. Иду. Я уже нажимала на ручку двери, когда услышала голоса в коридоре. Я замерла. Мне не хотелось делать никаких соседских «доброе утро», «какая сегодня погода», «хорошего дня». «Мамочка, когда ты вернешься?» Донеслось из-за двери. Это был Даня, мой маленький сосед. Обычно, сынок, около шести часов. Будь умницей и не ходи никуда после школы. Теплая каша, завернутая в твоем одеяле. Как ты любишь, с яблоком и кишмишем. В кастрюле молоко, а в буфете бутерброды. Ты помнишь? Да, мамочка, но возвращайся скорее, я буду ждать. Я открыла дверь только тогда, когда шаги на лестнице затихли. Мне немного не нравится эта Лена, моя соседка. Что она за мать? Она оставляет бедного Даниила одного на несколько дней подряд. Я понимаю, что трудно воспитывать ребенка одной, но она могла бы подумать об этом до того, как родила его. Я выключила компьютер и начала наводить порядок на своем столе. Конечно же, я сразу почувствовала на себе любопытные взгляды. О, это проклятое открытое пространство. Как принято называть открытые пространства в офисах? Какую цель оно должно преследовать? Теоретически, для лучшей интеграции команды. Но на практике трудно установить более тесные связи, когда 20 пар ушей прислушиваются к каждому обмену словами. И вообще, что их так волнует? Неужели раз в год нельзя уйти на час раньше, особенно если обычно сидишь на 2 часа дольше? Ну, я сама виновата в этом. У всех куча дел, будь то школьные собрания, дополнительные занятия детей или больные родственники. А я – одинокая 45-летняя женщина. Что может быть лучше для меня, чем догонять занятых? Я так увлеклась своими мыслями, что не заметила Петра, стоящего перед моим столом. «Вита, я тоже собираюсь уходить. Если ты немного подождешь, я подвезу тебя домой», – предложил он. «Петр тоже жил в центре города. И когда мы иногда уходили с работы в одно и то же время, я с удовольствием пользовалась его любезностью. Мне было приятно находиться в его обществе, и мы мило болтали. Но сегодня мне совсем не хотелось общаться. И несмотря на то, что кабинет врача находился совсем рядом с его домом, я решительно отказалась. «Нет, спасибо, я пойду в другую сторону. Мне нужно выполнить кое-какие поручения. Увидимся завтра». Как на счастье, автобус пришел вовремя. Пробок не было. В операционной не сидели пациенты. Ничто уже не могло отсрочить этот момент. Доктор не смотрел мне в глаза. Он внимательно изучал результаты, лежащие на столе. «К сожалению, у меня нет для вас хороших новостей». Я знала это. Я была уверена. Так почему же я была так ошеломлена? Я умру. Я знала, что все умирают. Но почему я? Почему сейчас? А с другой стороны, какое это имеет значение? Будет ли кому-то до этого дело? Будет ли кто-нибудь скучать по мне?» Голос доктора прорвался сквозь туман вокруг меня. «Завтра около полудня. Пожалуйста, явитесь в приемное отделение. Вот направление. И не волнуйтесь. Все будет хорошо». «Итак, сегодня мой последний вечер дома. Интересно, как я его проведу? Выбор у меня большой. Целых 42 телеканала». С горечью подумала я, дощаясь к дому. «Вита, ты идешь домой? Я тебя провожу немного». Услышала я вдруг знакомый голос. «Какое у тебя грустное лицо!» Продолжал Петр, шагая рядом со мной. «Что-то случилось? Может быть, я могу тебе чем-то помочь?» Продолжал он. «Нет, все в порядке. Я просто немного устала», — ответила я. Некоторое время мы шли молча. «Ты куда-то спешишь?» Спросил он. «Он что, издевается надо мной? Он видит, что я волочу ноги?» «Не совсем. Почему ты спрашиваешь?» «Ты не заметила? Но мы просто проходили мимо казино. И я подумал, раз уж мне так повезло встретить тебя сегодня возле своего дома. «Может, повезет и дальше?» Сказал он с улыбкой, глядя мне прямо в глаза. Я почувствовала, как волна тепла прошла через мое сжавшееся, окостеневшее сердце. Уже не в первый раз Петр давал мне понять, что я значу для него больше, чем коллега по работе. Только я всегда боялась ответить на этот сигнал. Воспоминания о моем неудачном браке причиняли слишком сильную боль, а теперь, теперь уже слишком поздно для чего-либо. «Ты часто посещаешь казино?» Я постаралась, чтобы вопрос прозвучал как можно более безразлично. Он ответил лишь спустя долгое время, совершенно спокойным голосом. «Да, иногда. Это веселое развлечение. Только главное не переусердствовать. Ну что, пойдем?» Спросил он. Вернее, заявил. «Я никогда в жизни не была в казино. Это лишь одно из многих мест, где я не была. И, к сожалению, никогда больше не буду. Я думала, что в этой ситуации хотя бы на один пункт сокращу список. Но у меня не так много денег. И одеты ли мы соответствующим образом?» Я на мгновение замешкалась. Петр рассмеялся. «Это не Лас-Вегас. Наш офисный наряд в самый раз. А если говорить о деньгах, то в этот час здесь, скорее всего, большинство пенсионеров. Они тоже делают скромные ставки», – пояснил он. «Я с разочарованием подумала, что это должно быть какое-то казино для бедных. Однако меня ждал приятный сюрприз. Хотя гости выглядели такими же обычными, как и мы, все остальное было как из фильма. Ковры, атмосферное освещение, мебель из тонкого дерева, элегантные крупье. Мы обменяли по тысяче рублей на цветные фишки и сели за стол рулетки». «Как ты это делаешь?» Робко прошептала я Петру. «Смотри, ты можешь поставить на цвет или чет-нечет, или на колонку, или на шестерку», – лаконично объяснил он. «Пожалуйста, делайте ваши ставки», – попросил крупье. У меня не было другого выбора. Я смотрела, что делает Петр, который поставил половину своих фишек на черное и половину на четное. Я поставила половину на красное и половину на нечетное. Вышло 11. «Мы потеряли половину и удвоили половину, так что у нас ноль», – рассмеялся Петр и продолжал свою лекцию о правилах игры шепотом. Я быстро прервала его. «Знаешь что, ты играй, а я буду смотреть. Я быстрее пойму. И кроме того, я хочу немного осмотреться. В конце концов, это мой первый раз в казино», – объяснила я. Но я говорила неправду. Я имела в виду, что хочу посмотреть на него. Возможно, я больше его никогда не увижу. Жаль, что я так испугалась, что потеряла столько времени. Пришло мне в голову в какой-то момент. Я быстро прогнала эту мысль. «Нет, я не буду об этом думать, иначе сойду с ума. Я пришла сюда играть, так что давай, приступай к делу. Сегодня я могу позволить себе рискнуть», – решила я в своем духе и придерживалась этой мысли весь вечер. «Я поставила все на красное и выиграла, на черное и выиграла. Как насчет шестерки? Я снова выиграла. Вита!» – восторженно воскликнул Петр. «Я вижу, нам обоим сегодня очень повезло. Да, действительно, мне особенно чертовски повезло. Пойдем, пойдем», – продолжал он. «Самое главное – выйти в нужное время, пока удача не закончилась. Мы пойдем и отметим это бокалом вина». «Я хочу опять играть!» Я хотела сказать это бесстрастно, но мой голос сорвался и перешел в рыдание. Петр замолчал и молча наблюдал, как я складываю фишки ровной стопкой в центре стола. Вокруг стола воцарилась тишина, больше никто ничего не ставил. «На этом ставки закончились», – наконец объявил Крупье и привел в движение колесо. «Я даже не взглянула на него. Я хотела проиграть, потому что я все равно была неудачницей». «Двадцать!» – голос Крупье тут же заглушил эмоциональный шум. «А она счастливится!» «Да она справилась!» «Некоторым везет!» «Новичкам всегда везет!» – услышала я со всех сторон. На этот раз я не смогла сдержаться и просто разрыдалась. У меня больше не было сил что-либо делать. Я почувствовала, как Петр обнял меня и вывел из комнаты. Я безучастно смотрела, как он меняет фишки на толстую пачку банкнот и набивает ими мою сумочку. Затем он накинул на меня пальто и мы вышли на улицу. Прохладный вечерний ветерок принес отрезвление. Как я могла быть такой задумчивой? Петр, спасибо, мне пора идти. Пожалуйста, не провожай меня. Конечно, я отпущу тебя одну с суммой, набитой деньгами. Ты знаешь, что у тебя там больше шестидесяти тысяч? Все равно я больше не собираюсь их тратить, с горечью подумала я. Мы молча подошли к воротам моего дома. Я набрала код домофона и, не глядя на Петра, сказала, «Теперь я в безопасности. Спокойной ночи!» «Вита, я вижу, что что-то происходит. Если ты хочешь поговорить об этом, я дома. Ты знаешь мой номер». Он повернулся и пошел прочь. Но когда я закрыла за собой ворота, я услышала еще несколько слов. «Я буду очень рад, если ты позвонишь». Поднимаясь по лестнице, я подумала, что тоже была бы рада, если бы могла. Но я не могу. Свет погас, когда я уже почти дошла до своего этажа. Я нащупывала в темноте стену в поисках выключателя, как вдруг услышала рядом с собой чье-то дыхание. Я оцепенела от страха. Петр был прав. Когда носишь с собой столько денег, нужно быть осторожным. В панике я прижалась к стене, ожидая нападения вора. Но вместо этого вспыхнул свет. «Вы что, не могли найти выключатель?» Я вздохнула с облегчением. «А что ты делаешь на лестнице в такое время, Даня?» Я была удивлена. «Мама так долго не возвращалась. Я беспокоюсь». Он вздохнул. «Последнее, чего бы мне хотелось, это общество восьмилетнего ребенка. Но в конце концов, я же не могла оставить его в таком состоянии. Тогда пойдем ко мне. Будем волноваться вместе. Я приготовлю тебе какао, и мы оставим записку на двери для твоей мамы, чтобы она знала, где тебя найти», – предложила я. Он весь засиял. «Отлично! Я люблю какао. А мы сможем сделать что-нибудь еще? Потому что я вообще не люблю волноваться. А ты любишь?» Его вопрос, нравится ли мне волноваться, казалось бы, наоборот. Но тогда почему мне пришло в голову просто заняться чем-нибудь другим? К счастью, Даня не стал больше ждать ответа, а просто бросился вниз по лестнице. «Мама, мама, где ты была? Знаешь, соседка хотела приготовить мне какао», – взволнованно сообщил он. «Это очень мило», – Лена улыбнулась. Но улыбка ее была вынужденной, как и моя. Ее тоже что-то беспокоит. Но что-то мне не до этого. Пусть они оставят меня в покое и сами разбираются. А вслух к своему огромному удивлению сказала. «А мне все еще хочется сварить какао. Мы бы все с удовольствием выпили. Не так ли, Лена?» «Но уже так поздно. Мы не хотим доставлять неудобства», – защищалась она. «Никаких неудобств. Проходите», – твердо сказала я. Пока я несла в комнату чашки с кипятком, мальчик с беспокойством объяснил. «Не волнуйся. В конце концов, это хорошо, что ты не будешь ходить на работу. Мы будем вместе ужинать и гулять, а ты не будешь думать о том, что я делаю, потому что мы будем вместе». «Не плачь, мам, хорошо?» Я поставила поднос на стол. «Видимо, так и должно быть, что в этот последний нормальный вечер все ненормально». «Даня, сейчас по Animal Planet идет классный фильм про пингвинов. Я включу для тебя маленький телевизор на кухне, хорошо?» – предложила я. Он посмотрел на меня. «Странно, по-взрослому». «Ну, конечно. Мне очень нравятся пингвины. Я сам включу его. Я могу это сделать». Он взял свою чашку и ушел. Я посмотрела в грустные глаза своей соседки. «Лена, в чем дело?» «Начальник говорит о сокращении рабочих мест. И я чувствую, что это не так. Возможно, у него есть кто-то получше на мое место. Кто-то, кто не берет отгулы по уходу за ребенком, не уходит с работы в пять вечера, не звонит домой по шесть раз на дню и любит работать по субботам. А что я могу сделать? Так получилось, что мы с Данюшей остались одни. И что ты собираешься делать теперь?» «Понятия не имею. Если бы не тот факт, что я выплачиваю кредит за свою квартиру, я бы заняла денег на компьютер и открыла свой бизнес. В конце концов, я неплохой бухгалтер. Но мой бюджет напряжен до последнего предела. Он не выдержит больше никаких кредитов, не говоря уже о том, что, создавая бизнес, мне нужно время, чтобы его раскрутить. Я не знаю, что делать, Вита. Но хватит жаловаться. Ты выглядишь усталой. Я пойду», – сказала она, поднимаясь. «Минутку, присядь. Мне нужно кое о чем тебе сказать». Мои мысли неслись голопом. Вдруг я ясно увидела значение сегодняшних событий. Это не могло быть просто совпадением. Что-то давало мне последний шанс. Наконец-то сделать что-то для других. Что-то говорило мне сделать это, создавая все необходимые обстоятельства. Я достала из сумочки пачку банкнот. «Пожалуйста, возьми это». Сначала она замерла. Потом покраснела. Затем побледнела. И, наконец, сухо сказала. «Я уже сказала тебе, что не могу позволить себе эти кредиты. Но большое спасибо за твои добрые намерения. И за какао. Даня, идем». Она обиделась или испугалась. Что тут говорить? Мое поведение действительно могло показаться странным. «Лена, ты меня неправильно поняла. Я даю тебе эти деньги. Однако, если тебе удобнее рассматривать их как кредит, то давай так. Ты сможешь мне вернуть их лет через 20?» «Я уверена, сможешь. А теперь, пожалуйста, берите и идите. Действительно, я устала. И завтра будет трудный день». «Я тоже хочу спать, мамочка». Даня стоял в дверях и внимательно наблюдал за нами. «Пойдем домой». Она медленно поднялась со своего места. «Я ничего не понимаю. Но, может быть, мы поговорим об этом завтра?» «Хорошо, но деньги возьми сегодня. Хотя бы для сохранности». Она осторожно взяла толстый сверток и с недоверием посмотрела на него. «Я не должна этого делать», — тихо сказала она. «Здесь происходит что-то очень странное. Но я чувствую, что ты хороший человек, поэтому я сделаю так, как ты хочешь», — добавила она и ушла, оставив Даниила прижиматься к ней. «А я почувствовала радость. Я уже забыла, каково это — дарить что-то от чистого сердца. Мне некому было дарить, потому что я никого не хотела иметь. С тех пор прошло три года. Три года новой жизни. У меня есть семья. Лена для меня, как младшая сестра. Я счастлива наблюдать, как процветает ее маленький бизнес. А Данюша? Иногда я забываю, что он не мой сын. Но самое главное...» «А что ты там такое пишешь? Могу я прочитать?» Петр заглянул мне через плечо. «Нет, лучше не надо!» Я почувствовала, что краснею. «Я вспоминаю, как это было, когда ты был далеко. Я плохо себе представляю, как я жила без тебя столько лет. Сейчас я самая счастливая женщина».